Сегодня я в своём прямом эфире вам расскажу всю правду, сука, про Дом-2, расскажу всю правду про журнал Дом-2, расскажу всё абсолютно общение, которое у меня было с Димой Талыбовым. Потому что, когда я попыталась зайти на эту группу и написать в прямой эфир, то я поняла, что я заблокирована. Да, спасибо, ребят. У тебя был секс с бомжом. Вы, наверное, про Талыбова? Нет, у меня с ним не было секса. Так вот, ребят, у меня с Димой началось общение следующим путём. Я, как вы все знаете, у меня были отношения с Константином Ивановым, которого я очень убила, я не могла без него жить. И, в принципе, моё будущее уже было абсолютно сформировано, мои цели были обозначены, и я знала, куда мы идём. Но пришёл тот период в жизни, когда я ушла. Ушла не из-за того, что мне захотелось трахаться, я не ушла из-за того, что не хватало денег или ещё что-то. Я ушла, потому что мы потеряли друг другу уважение. Я не уважала его, могла разговаривать матом, посылать нахуй. Он меня не уважал, мог бить меня, показывать себе психи, и вообще никак не уделять мне время. Но суть сейчас не об этом. Когда Костя уехал к себе в Владивосток, я приревновала его к его бывшей жене. Я ничего против не имею, что люди общаются, но на тот момент мне это стало неприятно. В воскресенье я пошла на КВД. На КВД я увидела этого Диму, который ходил, и на протяжении, наверное, последних двух недель или трёх постоянно меня высматривал. Я это также видела. Ну и мы познакомились. То есть я даже не помню, как это было. Мы познакомились, постояли, пообщались, поржали. Вот, я, может быть... Да не может быть. Я, да, действительно, я где-то флиртанула, пококетничала, но не более того. Когда второй раз мы увидели с Димой, я его довозила в поляны. Вот, после шоу. И там мы с ним разговаривали по поводу... Ну, просто, как обычные люди разговаривают, да. И сразу ему подъяснило, что с ним быть ничего не может, потому что мужчина, который трахнул девочку, зовут её Полина, да, на проекте, и сразу же пошёл в мужскую спальню, это не мужской поступок, и как бы очень многим девчонкам дал толчок в голову на то, что с таким мужчиной лучше вообще никаких дел не иметь, потому что, ну, блядь, он пиздобол. Вот так вот. Я это, ну, ему высказала, поржала над ним, что это некрасивая ситуация и вообще не по-мужски. На этом всё и закончилось. Наталья Сидорова, 83-47. Во, я нашла, кто кости меня сдаёт, так что я закрываю этот аккаунт. Так вот, и с Димой у меня ничего не было, даже по тому факту, то, что я девочка очень-очень сильно не глупая, и я понимаю то, что если мужчина рассказывает просто о какой-то девочке, что у него был с ней секс, то рассказать, если у меня был бы с ним секс, он это всему бы миру рассказал. Когда я смотрела Дом-2, эти переда... как его... эфиры, вы мне сами говорили, Саня, он вон там говорит, он вон там говорит. Я Диме высказала, то, что какого хера он вообще несёт, там какую-то херню, что я там куда-то домой приглашаю, ещё что-то. Он сказал, такого не было, хотя я ему говорю, я видела этот эфир, но он всё отрицал и сказал, Малышка, ты чё? Я ничего не несу, у нас просто с тобой общение и ничего более. Я не скрываю, мы с ним переписывались, мы с ним общались, мы с ним ржали. Я ему хотела помочь с темой на проекте. Это было. Я ему советовала трахать тёлок. Это было. Это было. То есть, я не обманываю. У меня было с ним общение, но ничего не было. Этот пиздобол гей Бекушев, он только на всех несёт клевету. Он рассказывает о том, что Суханова с другим мужиком, из-за этого она развелась с Игоря. Он рассказывает о том, что Руслана про национальности и так далее. Так вот, Бекушев, мне кажется, ты уже переходишь все грани и скоро тебе надают по твоему рылу ухоженному, потому что так нельзя людей провоцировать. Я не свободная девушка. Я сразу вам говорю. У меня ни с кем ничего нету. У меня нету мужчины. Но при этом я считаю, что я не свободна, потому что отношения мне с мужчинами вообще неинтересны. Костя сказал, что ты клялась с ребёнком, что у вас с Толыбовым ничего не было. Я не знаю, для чего Костя рассказывает какие-то ситуации. С Костей мы решили, что общаться мы не будем, что это ни к чему хорошему не приведёт, что с Костей он неуравновешенный. Мы наделали очень много ситуаций. И из-за этого нам лучше прекратить любое общение. Вот. Блин. Обрывается связь, если честно. Вот. Сейчас я после... Видите, у меня здесь всё разбросано. Как обычно, надо расчесаться. Всё валяется. Я уже купила гирлянду. Готовлю с Новым Годом. Так что сегодня буду вешать. Кстати, у меня распродажа. Все джинсы идут на распродажу. Скоро я выставлю фоточки. Вот. Так что по поводу вот этих всех ситуаций. Ещё раз говорю. К тому, два я никакого отношения не имею. Я благодарна... Расторгую его Александру. Я благодарна Михайловскому Алексею Николаевичу за то, что эти люди были со мной рядом два года, за то, что они как бы терпели мои капризы и так далее. Остальным всем людям я не очень рада. Я не рада журнала «Дом-2», потому что журнал «Дом-2» — это люди, которые... Это хуже жёлтой прессы. То есть они переворачивают так все высказывания, так все слова, что мама не горюй. Именно из-за этого я перестала с ними сотрудничать. Потому что, как я наговаривала текст, этот текст потом менялся просто очень-очень-очень-очень. Хочу куртку заказать. Ответь мне в Директу. Очень прошу, пишите в Директ на Gozius Shop. Вам там обязательно ответят. Нет, это футбол... Такой футболки у меня нет. Это в специализированном магазине можно купить. У тебя есть парень? Нет, у меня нет парня, у меня нет ухажёра. И в ближайшее время мне ни ухажёр, ни парень не нужен. Камюнерен говорит про репутацию после этого проекта. Вам тяжело потом вне проекта. Да, я согласна, что очень много людей относятся скептически к «Дому-2». Именно из-за этого у нас потом возникают проблемы. Мы не можем, в принципе, люди, которые занимаются... Которые люди занимаются, например, творчеством на телевидении, они не могут себе найти работу, потому что никто не хочет брать их в телеведущие и так далее. Хотя он поразит, сколько времени с тобой, а потом по поляне лазит, девок ищет. Да, Костя тоже не отличается абсолютно ничем. Я просто, видите, я сразу пропалила эту фишку. То есть, когда я увидела эфир, где Талыбов рассказывает, как он трахал эту Полину, я говорю же, я сразу... Я ему, во-первых, это высказала. Я говорю, это не по-мужски, это вообще стрёмная тема. Если были бы мужики на поляне, тебе бы дали пизды. Потому что, ну, вообще это неправильно. Вот. И я сказала то, что ты, в принципе, себе уже подписал приговор, что другие бабы будут думать вообще, давать тебе или нет. И, соответственно, когда у меня правильные понятия в голове, и я понимаю, что за человек, да, я уже не буду ему давать. Потому что если он про Полину какую-то рассказал, то про меня он уже 100% расскажет. Так что вот эти вот сплетни, ненужные абсолютно, которые устраивает Дом-2 журнал, это всё хуйня. Они ждали мою реакцию. Они ждали, что я войду в их эфир. Только я не понимаю, зачем меня Бекушев заблокировал. Я бы сейчас высказала всё. Во-первых, я не хочу на проект. То, что Константин лезет к Алисе, я думаю, все видели, читали пост, что ему очень девочка понравилась, и я им желаю счастья. Вот. А то, что... Так, Талыбов урод и пиздобол, да, девочки, это точно так. И кто меня поддерживает в этом, то давайте, пожалуйста, не знаю, там, ему под его последней какую-нибудь фотографию это напишем. Как ты вообще? Я вообще отлично, всё хорошо. Я же вам ещё раз говорю, что этого не было, что Талыбову я изначально сказала, что кто с тобой будет спать, если ты сразу же не успел ещё ширинку застегнуть, уже трепишься им языком. С Талыбовым у меня было общение, может быть, где-то я чуть-чуть и флиртовала, я это не отрицаю, но сказать, что у меня были какие-то боли, отношения, их не было. По причине здоровья. Его добавить и по-мужски с Талыбовым поговорить. Они бы этого не сделали, потому что я тоже начала просить, чтобы меня добавили, но Дом-2 меня заблокировал. Вот так вот. Талыбов не сказал, что спал с ней, а только дал двухсмысленный ответ, кто как хотел, так и понял. Ну, может быть, может быть и так. Я не видела этот эфир, я уже подскочила и запсиховала, только тогда, когда вы мне начали все написывать в директ и в контакт. Да, волосы, конечно, мои. Ты же алкашкой была. Ну, видите, всё это... Мне Дана Борисова, наверное, помогла своими высказываниями. Да, забей, Шурик, всё круто, ты классная. Да, спасибо большое. И вообще, я считаю, я отказалась от всех съёмок Дом-2. Я больше не даю никакие абсолютно комментарии журнала Дом-2. Так что, ребят, я вам сразу говорю, что если где-то когда-то... Я отписана от всех групп Дом-2. И если где-то когда-то проскакивает за меня информация, это ложь, это обман, вы лучше мне тогда напишите, я вам отвечу правду, потому что я никогда ничего не скрывала. Я пишу так, как есть на самом деле. Сашуля, а почему так Костя выражается? Вроде бы вчера хорошо говорил в прямом эфире, а сегодня наоборот. Что случилось? Костя, я не знаю, я считаю, что Костя очень лицемерно относится к моей персоне, именно поэтому я не хочу вообще как-то ассоциироваться с Костей. Вот и всё. То, что Костю, может быть, задели какие-то слова... Костя меня сейчас просила, чтобы я вышла в прямой эфир с Домом-2, и этого делать не стала, потому что я не понимаю, как бы, ну, два быка будут там сопротивляться друг другу, да, но при этом я всё равно, выйдя с машины, я решила набрать, где увидела, что я заблокирована. Кому что приснилось, кто кого поимел, проснулся, трепанул, и надо за это оправдываться кому-то, пиздец. Я, да, я не буду оправдываться, ребят. Я вообще считаю, что его пригласили в Москву для того, чтобы вернуть на проект, но вернуть на проект с каким-то хайпом. Вот он и возвращается таким способом на проект. Да, мне Костя помогает с ремонтом машины, да. Сказала, что я шкура, ну, и хорошо, что я шкура. Ладно, ребят, все приходите ко мне в магазин метро Кожуховская, бизнес-центр «Золотое кольцо». Номер телефона 839-866-3683. Сегодня продавец я, так что буду рада вас видеть. Скоро выставлю, да. Качество отстойно. Ну, блин, это уже... Это не я. Ты ездишь на такси за счет Кости, он жалуется в эфире. Ну, то, что у него сняли 140 рублей, я не думаю, что он стал нищим из-за этого. Может, прислать мне номер карты, я ему перечислю обратно. Сколько смотрела эфиров с Костей, никогда не слышала плохого о тебе. Я думаю, он еще тебя любит, Саша. Вы подходите друг к другу. Это не любовь. И он меня не любит. Одна живешь? Да, я живу одна. Правда, Костя теперь участник, что ли? Не знаю, мне все равно. Я ни на одну группу Дома-2 не подписана. Я не подписана на Костю, я не подписана на Фан-Костю. Я вообще нигде не подписана. Не знаю. На Дом-2 я не возвращаюсь, я ни при каких условиях не собираюсь этого делать. Я уже израсходованный материал. Вот так вот. Настя, я тебя зову в прямой эфир. Чего ты, блин? Передай привет моему отчему. Ты что, дура, что ли? Почему ты отклоняешь приглашение? Ты, блин, ну-ка, быстро вошла в прямой эфир. А-а-а! Мои ты сделала! У меня прыщ на лбу, я не могу. Ты кто выдавила? И ты мне в прямой эфир, говорю, у меня прыщ на лбу. Да похер, у меня тоже, смотри, растет там. Рок! Прикольно, я нау... Тебе, Настя. О, ты... Могу. Попозже будет. Занята. З-а-ня-та. Так, почему решила прийти на Дум-2? Расставание с мужем повлияло на это. Всех на проекте была самая лучшая. Да, видите, Настя на работе, сейчас чуть не может она выйти с нами, пообщаться. Вы с нами или подругами, мы всегда хорошо общались, дружили, так что... Настя, да. Настя с Бобрика. Саш, можно ссылку на твой магазин? Го-зи-ас, нижнее подчеркивание, шоп. Ты супер, у тебя все впереди. Да, спасибо. Краснодару привет. Как попасть на Дум-2? Быть яркой и интересной. У меня вообще нет никаких отношений ни с Толыбовым, их и не было, и вообще ни с кем. Не игнорирую. Саша, бомберы есть? Нет, девчат, нету. Дум-2 по сценарию? Да, есть там сценарий. Скажи привет, Женя и Люба. Люба и Женя, привет. Тебя так тоже плохо. Не знаю, короче, что я... Сама себя обеспечиваешь? Да, я полностью обеспечиваю себя сама. Как приехать к тебе в магазин? Метро Кожуховская. Бизнес-центр «Золотое кольцо». От метро это две минуты. Ориентир спорткомплекс «Зебра». Юлька классно. Мне нравится, как Юля смотрит. Смотрится на «Доме-2». Почему никто не приходит к тебе в магазин? Потому что, во-первых, у меня дверь закрыта, во-вторых, я общаюсь с вами. И в-третьих, люди. Очень часто люди приходят к вечеру. Ты где, в магазине у себя? С Костей были в браке? Нет. Костя меня тогда обманул. Он не взял меня в жены. Эх. Если по сценарию, то чего ты там сидела? Потому что это сейчас там по сценарию, там постоянные вот эти вот ток-шоу и так далее. Раньше-то жить была. Я ничего не думала про «Дом-2». Вообще, ребят, мне все равно с «Дом-2». Ну реально. Ты сама работаешь? Да, я работаю два через два. Где находится «Дом-2»? Не знаю. Скучаешь по Косте? Абсурдный вопрос после того, когда Костя меня обложил всеми матами в своем прямом эфире. Ход нею с тобой. Ребят, ну если вы со мной, то, не знаю, это какое-то опровержение можно увидеть у вас на странице. А то меня там все парафенят сейчас. Я вообще, если честно, уже мужиков ненавижу. Потому что мужики какие-то стали хуже телок. Обидчивые, пиздобольные какие-то. Вообще, стрёмные альфонсы. Им вообще не стрёмно об этом говорить. Вообще, такие... Сколько продавцам платишь? А вот не скажу. Приветик, Сашуля. Калуга, привет. Ребят, не могу сейчас ничего вам показать. Вы заходите в Гузяшоу в прямой эфир через где-то часик. Вот я вам покажу, что у нас есть. Ну, выложи пост, и мы его скопируем к себе. Ай, ребят, я даже не хочу. Знаете, я же понимаю, для чего это было сделано. Для того, чтобы... Да, Костя тебя так искорблял в прямом эфире. Я знаю, ребят. Это же всё было для чего? Для реакции. Для того, чтобы куча... Кто такой Талыбов? Талыбов был там неделю или две. Его и человек, люди не запомнили. С кем ассоциация? Конечно, можно ассоциировать с Гузиас. Думали вот эту историю. Может, его на проект хотят вернуть. Может, ещё что-то. Я не знаю. И, соответственно, Бекушев, этот говнюк просто, который врал тогда на «Россия-1», что нас выгнали. У меня только два раза было собеседование. И решался вопрос, чтобы я не уходила. О чём мы говорим? Я устраивала на «Думе-2» такие скандалы, такие истерики я устраивала. И меня после этого всего терпели и успокаивали, и оставляли. Спасибо Расторгуеву, спасибо Михайловскому Алексею Николаевичу, что они это всё вытерпели. Я нахуй посылала ведущую. О чём вы говорите? И этот Бекушев там будет рассказывать, что меня там кто-то выгнал. Я ушла, потому что меня не устроили условия, которые бы, ну, стали на проект. Не более того. У тебя красивый животик. Как занимаешься спортом? Это секрет, который я вам чуть-чуть попозже расскажу. Костя, приспособление. Сток тебе, ток чую. Да, я не знаю, Костя нормальный молодой человек, вот, и всё у него получится. Я считаю, что просто в чужом городе очень тяжело заработать. Мы-то, девочки, ещё хоть как-то справляемся, да? Вот. Мальчишкам намного тяжелее. Я думаю, Костя же не пойдёт охранником работать за 10 тысяч или за 15. У него затрат больше. Вот и всё. Он ищет себя, и сейчас, ну, я не считаю его каким-то приспособленцем, короче. Как ты думаешь, Костя заберёт Алису с проекта? Пусть забирает. Я думаю, это хороший будет тендем. Никак не занимается сама по себе такая. Никак не занимается сама по себе такая. Не поняла. Посмотри дерево. А, посмотри директ. Хорошо, посмотрю. Бекушев – это тёлка. Ребята! Вообще, давайте не будем мы об этих Бекушевых, Мякушевых, Талыбовых. Мне вообще плевать. Что-то качество не очень. Интернет не ловит, наверное. Дом-2 сценарий. Наполовину – да. Нет, Костя признавался лично мне, что с Алисой была договорённость. Вот. Что это всё будет ну, просто для темы. Не более того. И мне Костя лично признался, что это было специально для меня, чтобы я отреагировала. И сейчас он это тоже всё несёт для того, чтобы мне передали. Я здесь отреагировала. Вот только Костя. Получается сценарий. Не знаю. Вы получаете... Ребят, короче, я не буду разговаривать по поводу Дома-2. Я? Я люблю Бузову. Классная девчонка. Да, у меня есть машина. Сломана. Сломана машина. Как мне Владивосток? Да нормально. Как там дочурка Сашуль? Дочка, всё хорошо. А зачем он признался, что хочет тебя вернуть? А зачем он признался, что хочет тебя вернуть? Кто хочет меня вернуть? Не поняла. Вещи хорошего качества у тебя, но вещи соответствуют цене. Вот так. Костя назвал тебя в прямом эфире, что ты шкура и собака. Я это слышала. Я о нём другого мнения, что обзывать так его не могу. Бородина нравится? Да. Бородульку очень люблю. Что думаешь насчёт Рапунцеля? Ничего не думаю. Не забудь ответить в директ. Хорошо. Где твой бывший муж? Жив-здоров, радуется жизни. Есть. Если не будешь про Дом-2, наверное, будешь неинтересна. Ребят, ну давайте проверим. Ты слышала об НЛ? Мне кажется, у тебя получится. Да, я слышала о НЛ, и я думаю, у меня получится. Так что, ребята, кто занимается НЛ, пишите мне в директ. Я как раз ищу для себя команду. Вот так вот. Решила подзаняться сейчас конкретно. Пока у меня есть время, пока я свободна и не обременена никакими отношениями. В Японию не собираешься? Пока нет. Типа вы вместе, у вас все хорошо с Костей. Я не знаю ничего про Костю. Думаешь, НЛ это не кидало вне? Ребят, НЛ это на самом деле нужная штука. Просто кто-то умеет работать с НЛ, кто-то не умеет. И вот мне нужны люди, которые умеют работать с НЛ. Так что, если что, ребята, я здесь пишу. Когда дочку привезешь в Москву? Дочку привезу в Москву, планирую весной. В Севастополе была? Нет. Магазин только твой. Мой, да, магазин мой. Дмитриенко с Машкой, да, вроде. Что за телефон? 7+, про Машу и Дмитриенко расскажи. Не знаю ничего, желаю ребятам счастья. Сашенька, ты лучшая. Спасибо. Не хочешь детские вещи в магазине запустить? Три раза пишу, не отвечаешь. Детские вещи и так есть. О, Яна, вот эта вот, Лагутина, вот она меня оскорбляла, я ее блокирую. С кем была счастливее? С Кротковым или с Костей? Я скажу так, то, что я счастлива с каждым мужчиной, который в моей жизни, но при этом я понимаю, что мне лучше быть одной. Вот так, как-то так. Костя, второй Миша. Какой Миша? Не понимаю. Позвони мне в прямом эфире. Блин, а вот как? Все, у меня опять не делается, ребят. То делалось, а сейчас уже не делается. Не знаю. Реально. А, я поняла. Нет. Вот у меня, Виктория, вы уме не делаете почему-то. Я не могу вас открыть. Всех могу, вас не могу. Кристина и Федя, офигенные ребята. Я желаю им только любви, счастья и не более того. Вы просто умнички. Очень-очень молодцы. Очень впечатляет твое преображение. Расскажи, поделись, что тебя смотивировало. Меня смотивировала жизнь. Моя жизнь меня смотивировала на все мое преображение. Мне кажется, вообще каждый человек мотивируется быть лучшим. У тебя сейчас нет покупателей. Ты классная. Да, я классная. Да, у меня нет покупателей. Мой магазин сейчас закрыт. Приезжай в город Владикавказ, открой магазин у нас. Ребят, не могу заказывать просто через интернет. мотивирует. Моя мотивирует.